друзья всех приветствую на нашем канале с вами интернет-магазин antelife перед вами обзор смартфона cubot note s модель очень интересно по моему мнению это модель такого 2 диапазона ценовых категорий эта модель уже с наличием 2 гигабайт оперативной памяти то есть цена его превышает несколько чем 2000 гривен но актуальная цена 2 400 2 500 в украине то есть около 100 долларов эта модель стоит я считаю что смартфон очень интересен интересен и своим внешним видом и своими техническими характеристиками и хорошим аккумулятором который здесь установил производитель в эту стоимость рассмотрим комплектацию поставляется смартфон вот в такой вот коробке здесь у нас ничего особенного нет пакетик для телефона стандартные юсб кабель и зарядка зарядка у нас идет сейчас посмотрим на какой ампераж здесь лет один ампер принципе этого достаточно для нормальной зарядки этого смартфона модель интересно в первую очередь тем что у него у нее большой аккумулятор производитель установил здесь 4 150 миллиампер часов аналогичные модели в таком ценовом диапазоне и с таким размером дисплея это 5 5 дюймов имеют меньшие объемы батарейки поэтому данная модель вдвойне лично для меня интересно так как считаю что аккумулятор это но чуть ли не основная составная часть любого мобильного устройства мобильного гаджета и смартфона поставляется моделька вот в таком вот внешнем виде есть еще золотой цвет как по мне золотой смотрится более богато модель имеет 2 и 5d стеклышко которая вот трехслойная бронированная которая будет защищать ваш экран ваше стекло от разбития скажем так спереди у нас 2 мегапиксельная камера датчики приближения освещения и разговорный динамик сверху нет индикатора пропущенных событий снизу у нас три сенсорные кнопки они не подсвечиваются но очень так активненько работают и хорошо жаловаться на это не буду не могу здесь нет ничего сверху у нас разъем под наушники и micro usb разъем с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включение-выключение снизу у нас тоже ничего здесь не представлено микрофон находится вот здесь сзади смартфон имеет вот такую вот крышку крышка выполнена из пластика пластик такой матовый здесь есть логотип компании cubot 5 мегапиксельная камера с интерполяции до 8 и вспышка и какие-то еще надписи от производителя под крышкой у нас есть большой действительно большой аккумулятор который имеет емкость 4 150 миллиампер я считаю что это полностью правдивая его емкость потому как проводил специальные тесты поддерживает смартфон две sim карты sim карты здесь у нас микро и поддерживает карточку памяти динамик вот такого вот размера сзади рифленность у нас такая могу сказать что этот смартфон работает сетями 3g в украине сеть работает без проблем интернет работает очень быстро и мне в принципе все в этом плане понравилось сам смартфон я считаю что заслуживают очень большой популярности так как стоимость его несколько как по мне занижена очень все здесь сбалансировано выполнено и действительно эта модель радует вот когда пользуешься ним очень радует сразу же подкупает качество дисплея дисплей здесь обычный hd но его картинка его матрица которая здесь IPS а также отсутствие воздушных прослоек очень подкупает картинка лично мне очень нравится очень все сочно красиво главное естественно и углы обзоров тоже хорошие что не может опять же не радовать смартфон поставляется уже на пятом андроиде здесь полноценный русский язык здесь все переведено на русский прошивочка может у нас обновляться через вай фай я уже принимал обновление которое у меня вот есть еще какие-то дополнения это все можно загрузить можно обновить и все у вас будет отлично работать быстрый меню быстрого запуска и так далее стандартные все виджеты обои все как на любом андроиде как на любом 5.1 андроиде который здесь представлен рассмотрим технические характеристики через программку антуту модель построена в целом на бюджетном процессоре это mtk 6580 набирает эта модель 23 24 тысячи баллов это стандартный показатель для таких процессоров для таких мощностей модель имеет 6580 процессор графический ускоритель здесь мали 400 hd разрешение дисплея камера интерполирована у нас до 8 мегапикселей здесь 2 гигабайта оперативки и 16 встроенных 4 ядра этот процесс работает на частоте 1 и 3 гигагерца мультитач у нас здесь пятиточечный 5 мегапиксельная фронталка и камера основная на 8 мегапикселей данная модель поддерживает otg разъем можно подключить флешку мышку клавиатуру это все работает без проблем касаемо производительности я был искренне удивлен тому что смартфон воспроизводит на максимальных настройках асфальт а вообще без проблем в основном это бюджетный процессор mtk 6580 я не знаю в чем дело но скорее всего в адаптации все-таки прошивки как-то вот компания cubot либо разработчики либо те кто делал этот смартфон все-таки потрудились над прошивкой для него и как минимум асфальт 8 но запускается на сверх бюджетном процессоре очень бодренько на максимальных настройках вот у меня стоит самое максимальное качество графики давайте посмотрим как у нас будет играть игра хотелось бы отметить что звучание смартфона очень даже ничего такое внешний динамик работает хорошо разговорный динамик микрофон все супер датчик приближения работает корректно наушниках звучание громкая звонкая такое может быть в некоторой степени не хватает басов но тем не менее я считаю что очень даже достойное звучание для смартфонов ценовой категории в украине до 100 долларов в общем я могу сказать что игра однозначно не идет так как на xiaomi mi 5 с той же частотой кадров но для бюджетного устройства на базе mtk 6580 и я если честно не припоминаю такого результата производительности в столь бюджетном смартфоне это однозначно плюс и очень хорошо тестировал я естественно аккумулятор в этом смартфоне аккумулятор здесь на 4 150 миллиампер часов и могу сказать что мне однозначно понравилось как держит зарядку данная модель однозначно очень и очень достойно в antutu тестере у меня он показал 6389 баллов это показатель выше среднего все вот эти вот смартфоны ht7 дуги x5 и ht3 все они проигрывают по этому показателю во первых потому что баллы меньше во вторых потому что сам аккумулятор по себе меньше поэтому опять же здесь данная модель выигрывает из багов которые я встретил в этом смартфоне скорее всего баг прошивки возможно это будет учтено и устранено в на в новых обновлениях не всегда срабатывает вот это вот автоматическая настройка спящего режима вот у меня стоит 15 секунд вот сейчас не буду дотрагиваться до экрана посмотрим сработает ли у меня спящий режим иногда срабатывает иногда нет в основном не срабатывает тогда когда вот я сейчас сработал в основном не срабатывает тогда когда я допустим поговорил по телефону и в трубке допустим у меня остались номера и я вот так вот положил вот на стол вот так вот с трубкой вот вот в таком режиме почему-то не гаснет но надеюсь что это все обновится и доделается в новых прошивках gps работает отлично поддерживает здесь он обычные спутники все реализовано на базе mtk процессоров поэтому навигация нормальная но не сверх быстрая как как это можно найти на процессорах qualcomm и чипах snapdragon камера здесь с интерполяции 5 фронталка и 8 основная по камере могу сказать что в принципе опять же для данной ценовой категории смартфон делает довольно таки сносные фотографии видео записывается в формате full hd с довольно таки хорошим fps ничего не не подтормаживает и все хорошо видно это меня порадовало и поэтому за камеру в принципе при хорошем освещении я ставлю пятерку повторяюсь для данного ценового сегмента потому что модель действительно недорогая все что хотел я вам рассказал к достоинства могу отнести 2 и 5d стекло хороший яркий сочный дисплей хорошая прошивка адаптированная под производительность казалось бы с одной стороны здесь ну самый самый бюджетный процессор на сегодняшний день который ему только можно было придумать с другой стороны все это очень бодренько работает и вообще все супер аккумулятор здесь опять же это достоинство это плюс 4 150 его емкость составляет поэтому здесь тоже все в полном порядке к недостаткам можно отнести отсутствие индикатора пропущенных вызовов к недостаткам также можно отнести его бюджетность с одной стороны опять же этот мтк 6580 и не супер-пупер хорошую камеру но у меня язык не поворачивается относить эти особенности смартфона недостатком учитывая его стоимость я наоборот считаю что данная модель могла бы легко быть немножко дороже и все равно эту модель хорошо бы покупали и она бы стоила своих денег вот такое мое мнение особенно есть золотой цвет вот сейчас к сожалению только черный у меня перед руками и перед камерой но золотой цвет смотрится еще лучше и богаче и вообще я бы даже несмотря на то что я мужчина парень я бы взял золотой он смотрится гораздо красивее на этом все кубат ноут с вы можете приобрести в интернет-магазине antelife.com.ua модельки все новенькие все проверяются перед продажей настраивается хорошая прошивка для вас ну и вы будете довольны потому что среди конкурентов есть такие модели как дуги хомтом ht7 pro есть хомтом ht3 pro ht3 pro это моделька 5-дюймовая поэтому рассматривать среди конкурентов можно есть ht7 pro но по моему мнению данная модель более выигрышно и более интересно я бы выбрал кубат ноут с на этом все спасибо большое вам за внимание оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал по возможности сейчас стараемся записывать обзоры на все новинки в тот момент когда они к нам поступают на склад и подписывайтесь в нашу группу приобретайте смартфоны в antelife.com.ua